О нет, три месяца без видео, какой кошмар, надо что-нибудь быстро сделать. Так, что сейчас популярно среди моей аудитории? Ага, пять на... А я думаю, надо было делать этот, поппи плейтайм, хотя ФНАФ это же нетленная классика. Да, новоселеменак. Да, поэтому в принципе, это так, волнами, пришла новая глава, да, а тут это, ну да. Чей с Фредди. А, так, проблема в том, что я не знаю, что это вообще такое. Поэтому мне нужен золот-эксперт, который шарит за лор. Всех пяти частей, куча комиксов и прочее. Артём, короче, слушай, я тут анимацию по Five Nights at Freddy's делаю, мне нужно знать, про что это игра. Кто там главные герои вообще, что там происходит? В интернете творить. Первые три части, это охранник. Так, охранник, хорошо, значит у нас есть охранник, по нему, а что он охраняет? Охранят аниматроник. Охранят аниматроников? Что это? Смерть по лору, что звучит очень подозрительно, да? Аниматроников охраняет. Чего? Он охраняет роботов. Короче, у нас есть охранник и у нас есть медведь по имени Фредди и это всё происходит в пиццерии, да? Вот, в общем, конфликт, да? Ну, технически, да, он же охраняет аниматроников, получается, и всё остальное имущество пиццерии, а также ингредиенты пиццерии, он же просто охраняет пиццерию. Охранник всего. А аниматроники, имущество пиццерии. Получается, всю пиццерию охраняет. Да. У нас есть конфликт, всё, спасибо, до свидания. Всё. Ага, из разговора с экспертом я понял, что ничего не понял. В общем, нам нужен охранник, охранник, вот охранник, охранник, нормально, охранник идёт, значит, идёт в пиццерию охранять пиццу, значит, не надо. Так, а там медведь, вот, медведь. Делаем медведя, ну, раз медведь, так медведь, медведь должен быть реалистичным максимально, так и реалистичным медведем. Я уверен, что... Да, наглазки какие. Я не копировал сетку с другой модель. Медведь в пяти ночах у Фредди не такой реалистичный, как у меня. Снова. Естественно, навешиваем на него мой фирменный рик. Это ещё с панией, он, кстати, остался. Ну, неважно, мы его там немного модифицировали под нынешнее качество моей анимации, которая внезапно улучшилась с того момента, как они выходили. Это глазки вылезли, если что. А то у него торпеды или что? Теперь мы должны как-нибудь придумать несколько историй. Я думаю, пять ночей, значит, пять историй. Мы эти истории свяжем с разнообразными штуками, в которых медведи... Медведями или мишки. И каждую ночь медведь будет по-разному у пугарных хранников. В принципе, весь концепт понеслась. Давайте посмотрим, как у меня это получилось. Итак, ночь первая. Фредди пух. Понял, с рукой. Медведь не привязанный. Я сегодня в злой ухмылке, красота! В голове моей страшилки! Да-да-да! А передо мной еда! Ну смотри, по сути, дух медведя сохранен. У него, видела, маленькая шапочка была, был маленький цилиндрик. Поэтому, технически... А, поэтому он? Это Фредди, да. Ты говорящий! Вот, видишь? Ночь вторая. Фреддингтон. Ну, понятно. Хорошо. О, мистер Бин. Томас, который. Это семейство. Это Фреддингтон сидит. Грустный. Одинокий. Фреддингтон, что ты грустишь? Фреддингтон. Хочешь, я возьму тебя с собой? Этого медведя мы берем с собой. Да, все. Он же блохастый. Все забрали. Это твой новый дом. Наконец-то! И опять, так уплатить не надо! Где моя... Короче, он просто всех сожрал, походу, и это теперь будет его хата. Птица с мармеладом! Ночь третья. Три Фреддведя. Так, ну что-то уже однородное. Так, что-то три медведя. Ну да, три Фреддредя. Сейчас, кто съел мою пиццу? Подожди. Нет, кто не ел? Это он технический. Пока я уел. Кто спал на моей кровати? Все. При Фреддреде, понял? Кто сожрал мою пиццу? Как в сказке. Кто двигал моими тубуретками? Тубуретками? Кто спал в моей кровати? Кто нюхал мою бэб? Он знал, что я нюхал его, бэб. Ночь четвертая. Охранник летал над Фредди, наводя жуть. Почти как голубь. На ветке. Пятый стол. Что-то оттуда. Угу. Охранник. Какой он ужасный. О, там была Машенька. Я видела. Подожди, а как у меня там трубочка со рта? Ох, как мы прекрасно изогнулись. Чисто йогой занимается, видно. На самом деле, жизненная ситуация. Задницу. Ночь пятая. Дальнобойщик. Ну, типа, сжечь покрышки. Это уже идея Владлена. Так, подожди. Владлен, привет. Привет. Слушай, у тебя была идея про игру. Там еще был дальнобойщик и медведь был. Медведь был. А можно? А можешь вкратце напомнить, про что это игра? Идея. Это выживач. Ты дальнобойщик. У тебя в лесу ломается машина. Ты, короче, выживаешь. Чтобы выживать, тебе нужно греться. Чтобы греться, нужно сжечь покрышки. Ага. И ты собираешь ресурсы крафтишь. Прокачиваешься. Ага. Твой враг медведь. Медведь тоже прокачивается. Ага, он как прокачивается? Сарента прокачек разные. Так, понял. Спасибо. Итак, мы... В роли дальнобойщика у нас есть медведь. Ага. Ой, ой, погодите. Нет, в роли дальнобойщика у нас, значит, охранник. Кто сидел в моей кабине? Он ведет пиццу на пиццемобиле, пиццефуре. Но пиццефура охранника ломается. Это пустынная миссия. Пиццефура. Потому что телефон не ловит, чтобы выжить, ему нужно собирать ресурсы. И поскольку на улице холодно, охранник должен сжечь покрышки. А еще в локации есть медведь, и он тоже параллельно с охранником собирает ресурсы и качается. И вот они вместе качаются. И это слишком хорошо, нет конфликта. В общем, пицца, которую перевозил охранник, она была пиццероботом. В общем, вот она выскакивает и пугает всех, и они бегут в ближайший город, там... Конец. Да? Конец скетча, в общем. Спасибо. Неожиданный финал. Так, ладно, все, разобрались. Вроде пять скетчей готовы. Фух. Вы только что посмотрели мое видение «Пяти ночей с Фредди», пять разнообразных скетчей с... Подожди. Да что такое? Подожди, это профессионал звонит. Путер шарит. Алло? Да, да, Артем, спасибо большое за... Ты не можешь понять, что лорфа на связи, это важно. Ты можешь хоть что-нибудь сделать нормально? Нет. Где вообще фиолетовый человек? Типа, он же главный герой, он убийца, он через сколько там... Он 60 лет мужик, типа, он рестораны основал, у него еще был этот... Помощник его, который только желтый человек. Только он был хороший, он никого не убивал. Это он роботов сделал, а он фиолетовый? Блин, у тебя вообще нет ни одного конечного анатроника. Фокти, ты знаешь, что все любят Фокти? А еще у него, типа, что, где с Бонни? Нет, ведь похер на него. Главное, Фокти. Ты знаешь, какой классный Фокти? Были вот теория, что Фокси укусил. Оказалось, нет. Это Фредди. Фредди укусил только золотой. Только не вот тот золотой, который, типа, в Фокси появляется. Это другой, который еще, типа, с клипсами, щелчками. Куда человек садится? Там вот с ним еще Бонни был золотой, в которого фиолетовый человек потом попал. Он в нем убийство совершал. А потом, типа, когда он кстить пришел, типа, души такие взяли. Он, бац, его, типа, разорвало. И он, типа, в костюме остался. Вот, у него там... Типа, там, у него еще потом плату из этого робота. Хотя это не робота. Ну, короче, плату из Сунгле. Спасибо за ваше. Отключай. Мне в конце этот, как сказать, диалог, монолог напомнил. Знаешь, какую ситуацию? Когда мы с тобой смотрим какую-нибудь реакцию по какому-нибудь лору, которую мы с тобой, ну, мягко говоря, не очень знаем. И мы больше похожи на этих экспертов таких, которые, типа, ну, там вот этот вот. Да, того синий, фиолетовый, желтый. Они пришли, там, люди, я что-то слышал. Не, на самом деле, на самом деле, если бы нам тоже никто ничего не сказал про эту игру, если бы нам просто какие-то пятна чей с Фредди, мы вполне все могли придумать то же самое, что и Дов. Ну, то есть, ты просто такой берешь, что-то выдумываешь, и все. А что же ты еще сделаешь, да? В общем, вот такая вот реакция получилась. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.